18-летний сирота арендует жилье пока за своим в очереди. Этого, считаю, справедливо-россы достаточно, чтобы предоставить ему дополнительную компенсацию в 10 тысяч рублей. Такой проект они вынесли на сегодняшнюю сессию. Количество может даже дальше нарастать и компенсация за аренду жилья, конечно, где решили. Продолжим работу над экваком закон в этом направлении. А если посчитать количество средств, которые будут затрачены на воспитание детей, которых дети-сироты отдают за мамой руки? Я считаю, необходимо принять в первом чтении и зарабатывать закон о праве. И это единственный отказ. Далее депутаты оформляют статус старост сельских поселений. Помощникам органов самоуправления прописали полномочия и даже предусмотрели доплату. А вот штрафовать от тысячи рублей до трех предлагают медлительных чиновников муниципалитетов и края. Достаточно часто чиновники, к сожалению, допускают нарушения в сроках ответов, предоставления документов, принципа одного окна, когда оно есть и так далее. Поэтому вот такую ответственность мы устанавливаем. Законопроектами депутаты привлекли дополнительные финансы в муниципалитеты. Отчисление в Дорожный фонд района прежде определяло исключительно протяженность дорог. Скоро будет еще два критерия. Учитывается твердость покрытия этих дорог. То есть те, которые есть твердым покрытием, они должны все-таки немножко больше получать и поддержать на должном уровне эти дороги. Но еще один источник мы включили – это то, что вот те штрафы, там сумма примерно за год – это 600 миллионов рублей. Кроме того, депутаты одобрили законопроект об общественных наблюдателях на выборах, которых назначит общественная палата. Это представители различных организаций края. Так что за порядком голосования в день выборов будет следить больше двух тысяч общественников. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.